Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В какой сфере вы нас относите? Вы как-то сказали мне в администрации, что если у вас будут лишние какие-то деньги, вы их потратите на социальную сферу. Скажите, пожалуйста, какая сфера у нас? Мы к какой сфере относимся? Все эти собаки, щенки забраны с улиц Чехова и Чеховского района. Это не социальная сфера у нас? Вы приезжали к нам осенью, обещали хотя бы помочь щебням. Где наш щебень? Хочется спросить. Посмотрите на эту грязь. И это сегодня еще подморозило, ребята. Это еще подморозило. Да мы тоже доехали до вас, у вас грязище. Мы все вывозим. У нас сейчас огромная нехватка стройматериала. Огромная нехватка. Малышей надо рассаживать. Взрослых собак надо стерилизовать. Ребят, нам нужна ваша помощь, но я не знаю, к кому обратиться. Администрация не слышит. Написали письмо губернатору Воробьеву. Ждем ответ. Но не уверена, что тоже получим ответ. Ребят, две с половиной тысячи животных. Скажите, ведь эти животные забраны с улиц. Мы выполняем работу администрации. Мы защищаем город Чехов. Мы убираем собак, которые могут разнести болезни, которые могут покусать. Мы предотвращаем вспышки бешенства. Мы. Потому что наши собаки ежегодно вакцинируются с помощью городской вецслужбы. Приезжает бригада городская и официально проходят и вакцинируют все вольеры. В апреле у нас начинается плановая вакцинация. Друзья, мы выполняем свою работу. А город? Город хоть немножечко будет задумываться о том, что мы делаем. Или вы хотите, чтобы мы как в тендерах сейчас просто открыли ворота и выпустили наших собак. Они у нас привиты, чипированы. Мы вполне можем это сделать. Только если мы это сделаем, как это делают другие? Как горожане к этому отнесутся? Они готовы увидеть на своих улицах две с половиной тысячи животных? Готовы? Если готовы, друзья, я открою вольеры. Потому что уже никаких сил нет. Сейчас, когда закрыли все соцсети, когда закрыли все поступления, скажите, как выжить в приюту, который жил только на частное пожертвование? Как оперировать малышей поломанных? За пять дней мы собрали шесть малышей переломанных, которые нужны тяжелые операции. Клиника нам помогает. Ребята, мы уже 200 тысяч должны клинике. Это просто обычная рутина приюта. Плюс приюту каждый раз нужны опилки, корм. Скажите, пожалуйста, как нам выжить в это тяжелое время? Почему мы защищаем и стараемся? А ведь это все на добровольных началах. Просто один раз засунувшись в эту сферу, ребята, вы уже не можете их бросить. Но я могу сказать, к черту все, я пошла. Могу, меня здесь ничего не держит. Только не могу, понимаете? Я уйду, они же умрут. Из вашей помощи умрут, друзья. Город Чехов, я обращаюсь к вам. Приезжайте к нам, пожалуйста. Хоть немножечко. Приезжайте. Ведь мы действительно защищаем вас, убирая с улиц диких животных. Малышей, которые вырастают потом дикими. Что делают службы от лова? Они забирают мать. Они ее забрали, чипировали, стерилизовали, выпустили. А детей они оставляют на местах. А мы потом едем и собираем этих малышей по мусоркам, по развалинам, в лесу. Скажите, что нам делать, друзья? Ваш совет. Я буду рада его услышать. Буду рада увидеть вас здесь. Приезжайте к нам, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова